Екатерина Семенова приехала в городской округ Щелково в рамках инспекционной поездки, в ходе которой она, как и другие руководители области, знакомятся с организацией детского летнего отдыха в Подмосковье. В лесной сказке уполномоченного по правам человека рассказали о том, что было сделано для улучшения работы лагеря. Интересовалась Екатерина Семенова и тем, имеются ли денежные компенсации на путевки. Компенсацию мы даем, 10 тысяч на каждую путевку. Заместитель главы администрации городского округа Юрий Родионов сообщил, что путевки в этот лагерь у родителей пользуются особой популярностью. Потребность детей и родителей в этом лагере, скажем так, советского времени, образца, имеющего свою историю и свою духовную составляющую, практически невозможна. Люди занимают, мы просим не занимать, они занимают за трое суток, ночью занимают очередь для того, чтобы купить путевки. Екатерине Семеновой показали помещение, где проживают дети. Игровые комнаты, пищеблок с обновленным оборудованием, обеденный зал. В клубе состоялось ее выступление перед ребятами, которые ответили на вопросы. Понравилось ей и то, что вожатые и воспитатели организовывают для детей полезные беседы, в том числе и на достаточно сложные темы. Мы ведем активную работу с детьми, постоянно проводим с ними дополнительные беседы, мероприятия. Сегодня приезжал дополнительный клуб «Ровесник», рассказывал антинаркотическая акция. Мне вообще здесь очень нравится. Тут очень много мероприятий. К примеру, сегодня у нас был музыкальный час, мы пели, мы выступали. Это очень интересно. Общая оценка, высказанная гостей после посещения лагеря, была однозначно положительной. Ей понравилась атмосфера доброжелательности и уюта, которая поддерживается в коллективе, и уровень материального обеспечения, созданный для детей. Впечатление совершенно потрясающее, потому что мы все, наверное, окунулись в какое-то детство свое, ностальгическое, потому что лагерь действительно очень старый. И несмотря на то, что здесь вот такой советский дух витая, это очень здорово, потому что сама смена патриотичная, и она дает возможность детям все-таки почувствовать историю, чему-то научиться, научить друг друга. И то, что они здесь творчески выражают, вот именно в рамках тематики патриотизма, это, конечно, здорово. Андрей Циханович, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».